Расскажите что-нибудь на камеру. Как-то я на форуме увидел, как был такой Александр Гуленко, говорил, а у меня какая-то фамилия социальническая. Так. А Павлов ему отвечает, зато имя не очень. Но я не участвовал тогда в том форуме, где я эту записываю. Понятно. Сейчас поговорим про засилие бальзаков. Бальзаков на самом деле не так много, как считают некоторые. Все активы примерно полные. О-хо-хо-хо. Все активы примерно полные, только отдельным людям они встречаются чаще. Да, отдельным людям они встречаются чаще. Не совсем так. Так, у меня есть много интересных доказательств, доказывающих обратно. Умите, я вам говорил о том, что я знаю о том, что в отношениях с подавляющим большинством окружающих вы испытываете такие проблемы, как трудности регулирования эмоциональной отношенческой дистанции, смысловые несуразицы, конфликт методов и способов достижения рационального порядка. Бывает, бывает. Да. Из-за этого что переживать? Из-за этого? Ну, из-за этого есть на чем переживать. Например, у Алексея Сергеенко такие же проблемы. И знаете, это даже отразилось на его здоровье. Вот так вот. Я тут с бытанцами местными общаюсь по тому или иному поводу. Они все жалуются на эти же самые проблемы. А вот теперь, если вот возьмем модель А типа, Бальзак, вот как доминирующего предполагаемого, и рассмотреть всех бытанцев, каждую по партнеру. Бальзак при чем и бета при чем? Бета, потому что там, если рассмотреть их структуру ценностей, то получается так, что у них ценности там, значит, у Бальзаков, то есть гамма-кватор ценностей, там белая этика, черная логика, а у бета-кватора ценностей черная этика и белая логика. Вот, и это обусловляет определенного плана ценностный конфликт. Если рассмотреть модели А типов, вот, то там получается, что взаимодействуют определенного плана ценностные и антиценностные функции. В результате чего, как бы, они выталкивают друг друга, эти люди, определенным образом, невольно, если можно так сказать. Вот, вот Оксана жаловалась мне по поводу того, что она испытывает определенного плана трудностей в плане того, чтобы делиться эмоциями с окружающими. Ну, нет такого настроя, где подавляющее большинство окружающих не понимают они ее эмоций. Вот, приходится подстраиваться, вот, но это напрягает. Ну, у меня, конечно, с Бальзаками нету трудностей. Вот, ну, если, конечно, Бальзак не глупый, не образованный, вот, таких еще не образованных глупых искать надо, вот. А есть, сейчас вспомнилась мысль о том, что, по мнению некоторых социоников, типа Якубовской, у нас время Бальзака. Ну, вообще, время второй квадры, как бы, по некоторым теориям закончилось. Хотя в соционике оно еще не начиналось. У нас четвертая квадра вперед пошла. Да, кстати, насчет квадровой теории, теории эволюции. Я тут и начал ее проверять, ну, проверять, критически проверять, и понял, что она немножко недостаточно хорошо обработана. Я думаю, что квадровая теория – это частный случай более общего закона. Его правильно назвать, закон сменяемости квадровой, правильнее было бы назвать законом сменяемости, ведущей роли программаторов квадровой. То есть, Дюйдекот, Гамлет, Цезарь и Штирлис. Известно из теории Гуленко, что правое кольцо работает медленнее, значительно, чем ледленнее. Да, кстати говоря, а где Гуленко взял опыты на тему того, чтобы создать эту теорию? Я наблюдал за одним из опытов в Москве. Ага, вот как? Но теория была создана раньше. Другое дело, что для него, как ни странно, несмотря на его теорию, было неожиданно, что правое кольцо схлопнулось и не работало. Ага. То есть, Гамлет, который был присутствием, хотя там кольцо даже и не полное было, Гамлет, который там был, он, знаете, в восьмом году был финал Лиги чемпионов. Там капитан, проигравший командой Гамлет, похожий на этого Игоря Гуленова, как бы вот попытался всех футболистов обнять, так и этот самый, попытался всех, так и этот товарища, по кольцу обнять, и в результате он как бы в ноль вогнал расстояние интертипное. Понимаете? И получается, что информация, она не может передаваться с бесконечно быстрой скоростью, и информация таким образом... То есть скорость... То есть при стремлении снизить интертипное отношение до минимума, информация... Скорость информации возрастает в нашем представлении до бесконечности, то есть до времени, сравнимая с временем активной деятельности поколений или двух людей. Оно и понятно, то есть быстрее, чем 50 лет от генерации до внедрения, ни одна идея не распространяется. Вы меня сейчас захотите перебить, но дайте, я договорю. Дело в том, что одно поколение генерит, второе поколение распространяет, и третье поколение внедряет. Значит, то поколение Дон Кихотов, которое проявилось после тех, кто прогенерил, оно оказывается как меньшевики в состоянии опортулистов. То есть все идеи распространяются по одним и тем же законам. А где гарантия, что это были Дон Кихоты? Вот он. Ну, Шлиханов Дон Кихот известный, и Букалова та же роль, что у Плеханова. Ну, Букалова я знаю, а Плеханова не знаю. Вот в чем прикол. Ну, я думаю, его тексты несложно проверить, но он теоретик известный. Израя мы внедряемся в эту теорию до тех пор, пока не досконально оформим точное типирование. Ага. Ну... Вот в чем проблема. Слишком много теорий. Ну, кстати, когда Гулентка проводил, он доверил Конану результаты, как сказать, типирования, но он отпарил в левое кольцо Жупова, вместо Жупова Штирлица, хотя на самом деле Штирлиц он из... Ага, оказывается, что там... И он... То есть внедрение инородного тела в левый социум, оно не мешает левому. А мы откуда знаем? А что, если это был вовсе не левый социум? Где гарантия, что в этом теперь мы все точно? Ничего страшного. Это... Это не... Нет... Я думаю, не надо до этого завязываться. Надо... Это ерунда. То, что есть... Где-то ошибки, оно... Нам не мешает. Дело в том, что... Дело в том, что... Я думаю, можно давать более адекватные прогнозы на самодекларируемых тимах, нежели на результатах отдельно взятых экспертов. То есть люди относительно себя ошибаются все-таки реже. Ну, 10-20% друга, а эксперты в лучшем случае дают... Ведущие эксперты друг относительно друга дают сходимость 62-67%. Поэтому прогнозы на поведение людей получаются более верные на основе их самоидентификации. На основании их самоидентификации. Да. Ну, правое кольцо, когда было в эксперименте, у них не было штерлица. Как раз того штерлица, которого послали в жилково. Да, это было не замкнутое кольцо. Да, оно было не замкнутое, но тем не менее, получилось, как и в случае с финалом Миничемпиона 2008 года, когда кто-то не забил кенальтию. Кто-то зарыгандует. Кстати, не забил решающий кенальтию. То есть, на каком-то месте он не среагировал надлежащим образом? Ну, промахнулся. Я не помню. Я бы вообще не забил. Это был единственный кенальтий, который повлиял на исход финала. Понятно. Так вот, закон не сменяю на стекла. Да. Где гарантия, что эти люди определены точно? Если нет точности, то нет закона. Это все просто сказки. Я верю, что... Да, я бы спал с обваливаниями. Это просто на удивление, что ты полна такая дожевая. Ты был и полна молодец. Да. Ты обыкнул до 11. Да. А вы посидите с нами. Поболтаем о том, о сём. А сейчас же я же там готовлюсь. Знаете, есть такие, пожалуй, качественные вещи есть. А их, так вот, мелкие ошибки не интересуют. А, мелкие ошибки. То есть, некоторые, подавляющие большинство достоверно точно правильных, определенных результатов, по-вашему, компенсируют мелкие ошибки. Так? Нет, сама работающая система, она работает независимо от мелких ошибок экспертов. Так вот, в таком случае способность такой системы возможна только при условии, если есть определенное планоизбыточное количество достоверно точно определенных результатов. Вот ты говоришь, в этом случае обеспечивается помехоустойчивость системы. Ну, хорошо. Давайте вот так пройдем. От генерации идей христианства, в 1933 годе нашего ряда, до принятия христианства на государственном уровне, прошло... В 1913 году Константинка... Плохая идея. Прошло 280 лет, да? Давайте теперь сама идея протестантизма следующая, да? То есть, насколько быстрая информация распространялась в начале нашей эры? То есть, пометьте, да? Насколько она могла распространяться? Да, медленно. Да. Значит, по Европе, с середины второго тысячелетия нашей эры, да? Она распространялась раза в два тысячи быстрее. То есть, уже, как бы сказать, на телегах люди добирались за неделю на тысячу километров. Так вот, уже где-то 110 лет прошло от публичных лекций Лютера, от публичных лекций Яна Гуса до сражения Папской Булы Лютером. Вот Лютер Гаврой, да? Император Константин Гаврой. А я этого не знаю. Детали. Вот. Ага. Вот. А дальше смотрим на 20-й век. Ну? От... На пересадении Макса Манифеста в 1848 году, до прихода Троцкого к ведущим ролям в партии, да? До его прихода к должности наркома Вейнмора и как главного агитатора за советскую власть, главного агитатора Красной Армии, прошло 70 лет. А дальше смотрим на ближайшие события, которые в мире. Значит, от работы Миктыша до прихода Дитера к власти прошло примерно 60 лет. 1866, тут уникальность основных работ, да? Семьдесят шестьдесят девять. Да. Вот. Семьдесят шестьдесят. На самом деле там получается где-то у Троцкого даже не семьдесят, а шестьдесят девять почти. То есть некоторое ускорение есть, но расстояние между похожими событиями ускоряется. Аналогично. Считаете, что приход к власти третьей квадры – это приход к Горбачеву? Так вот, Троцкого и Горбачева шестьдесят семьдесят. На расстоянии. Да. Близкое расстояние. Есть некоторое ускорение, да? Но мы подошли уже к пределу, когда информация распространяется. Подошли к этому пределу. То есть время активной жизни двух поколений. А, да, точно, где-то так. Да. То есть на уровне пятьдесят лет есть естественный предел. Да. Быстрее идея не может быть принята, пожалуй. Некоторые скажут, что вот сейчас в области компьютерных IT-технологий и так далее все ее гораздо быстрее. Так, извините, а идеи кибернетики они когда были? Оно же с середины двадцатого века, в основном-то там. Вот полвека прошло, чуть-чуть больше, и можно посмотреть, какие идеи там сформулировались. Дальше, якобы, даже посмотреть не на общественную значимую идею, типа социологии, да? Христианство и так далее, да? Все это, это система взглядов, которая влияет на уклад. А вот, например, на атомную бомбу. Когда она была применена, да? А когда вообще идея ядерной энергетики появилась? Вот. И мы получим примерно те же семьдесят лет. Да. Когда визит, когда визит, когда визит, когда визит, когда визит, когда визит работал. Ясно. Мы получаем почти те же семьдесят лет. Так что, в этом отношении, понятно, дальше замечено, что... Да. Что есть некоторое основание привязать это примерно 70-70-60 лет в промежуток времени к объединению? Абсолютно. 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 Предел на уровне пятьдесят лет. И, скажем так, как информация распространялась в девятнадцатом и двадцатом веке? На поездах. Да. Люди ездили и пересказывали. Да. Да, сейчас информация пошла чуть-чуть быстрее, благодаря интернету, но и здесь вот предел будет. На уровне примерно пятьдесят лет. И если считать, что Аушера написала работы в 1978-1979 году, то в конце 1920-х годов соционика может быть принята на государственном уровне. До этого момента соционика не должна быть принята, по-моему, и даже так будет лучше. Потому что если вдруг какая-то школа окажется чуть-чуть ближе к кормушке, то она выиграет, конечно, но ее недостатки, над недостатками этой школы будет некая работа. Ага, понятно. Да, а достоинства других школ будут забыты. То есть нужно как бы... Да, будущие соционики на распыке школы... Нужно диверсифицировать, если со стороны государства, вложения, инвестиции в соционику. Да, а пока соционики не могут организоваться сами, то и нет такого органа, который взял бы на себя это внедрение. То есть если там, допустим, на государственном уровне будет поднят вопрос о том, что необходимо инвестировать в соционику, то это нужно инвестировать только таким образом, чтобы распылить вложения в самые разные школы, дать всем понемножку. Да, но при этом, опять же, вот тут же, где они распыляются, сразу встает вопрос, а не разворудуют ли деньги? Понятно. Поэтому пока государство спешить не будет, и даже Медведев, насколько пошла информация, неподтвержденная пока мною, да? Но кто-то мне сообщил, что якобы Медведев в интернете самоидентифицировался в Радиспер. Сам Медведев? А вот где это он был в интернете, неизвестно. Каким вообще Макаром... Женщина, которая мне это сказала, она не предъявила мне никаких ссылок. Каким вообще Макаром Медведев, он докопался до этой соционики? Как интернетчики докапываются. повезло понятно не президент он человек периферийный не понял периферийного типа он не хочет больше быть президентом гаврила попов его тоже в начале 90-х годов не захотел больше быть мэром ярослав он дает возможность отдохнуть и путина отдых условий путина дает юридическую возможность все-таки не похож до морда конечно по инциденту с первой скуме он похож на человека который не принимает черно-сунцунки а вообще-то он вполне элегантно стильно одевается похож на образового сунцунка сложно сказать